Привет, Вика Булахова. Рядом со мной Артем Вахитов, который сегодня вечером защитил свой титул чемпионом во второй раз. Артем, поздравляю тебя с победой. Как, на твой взгляд, для тебя сегодня сложился бой? Спасибо большое. Ну, складывался бой, в принципе, по нашему сценарию. Первый раунд, как всегда, разведка обстановки, и во втором уже начали накручивать, по-моему, маленько доминировать в этом бою. И после первого нокдауна я, в принципе, понял, что уже бой можно закончить досрочно. Ну, вы с Саулом встречались не первый раз уже, третий бой, у вас такая своеобразная трилогия сложилась. Удивил ли тебя чем-то в этом бою, и что, может быть, нового ты узнал о нем в первом раунде? Ну, мы достаточно хорошо уже друг друга изучили за эти два боя, и, в принципе, ничего нового он не показал в этом бою. И, в принципе, что мы с тренером разбирали, то так и получалось. Во время открытой тренировки мы разговаривали о том, что ты принесешь фейерверки в ринг, так сегодня и получилось. Немножко комментарий дай эту тему. Ну, я думаю, были фейерверки в каваларе. В голове. В голове там. Ну, получилось, что закончили бой досрочно. В принципе, я не планировал закончить, я хотел провести красивый бой. Но сложилось так, что в бою были фейерверки, бои бомба и драма. Ну, в предыдущие два боя, в одном из них ты проиграл раздельным решением судей, во втором ты выиграл. Сегодня технический нокаут, расставлены ли все точки на «ты» и можно ли двигаться вперед и забыть уже о каваларе? Я думаю, да, но это все зависит от организаторов. Я, в принципе, готов боксировать с сильнейшими, кого скажут, с тем я и готов. Немножко случилось с твоей рукой, помнишь ли ты в каком моменте, может быть, сломал ее и когда вы едете в больницу, чтобы узнать, что на самом деле происходит? Ну, надеюсь на лучшее, что это всего лишь какая-то травма небольшая, но во втором раунде ударил через руку и почувствовал немножко дискомфорт в руке. В принципе, я уже хотел заканчивать бой, так как получилось еще нокдаун, я уже хотел заканчивать в этом раунде досрочный бой, потому что, если выходить на третий бой, то пришлось бы уберечь правую руку, и без задней руки уже было бы тяжело. Страшно, что все закончилось так быстро во втором раунде. Слышал ли ты поддержку с трибуны, как тебе вообще выступление в Чикаго? Да, конечно, вышел, кричали, там много русских людей было, кричали Кузбасс. Вот ребята приехали с нашего тоже родного города, приехали специально поболеть сюда, и, конечно, это очень приятно. Ну, Чикаго встретил солнечной погодой, и успели посмотреть город, погулять. В принципе, трибуна была забита полностью, народу очень много, очень редко такое бывает, но здесь люди интересуются кейбоксингом. А сколько вы еще остаетесь в Чикаго, и какие у тебя ближайшие планы, ближайшие будущие? Ну, мы завтра уже улетаем, и ближайший план разобраться с рукой, разобраться со здоровьем, и дальше уже будем решать вопросы. Еще раз поздравляю тебя с победой. Отличный технический нокаут. Сегодня вечером Артем Вахитов победил Саула Кавалари на событии Glory 38. С вами была Вика Булахова, журнал Russian Chicago.